Всем привет! И мы на канале Единорожка, и я хочу снять видео распаковку на куколку Аси Гару. Вышла эта куколка в 2020 году, и давайте переходить к обзору самой коробочки. Коробочка выглядит очень красиво, она вся голографическая и переливается. На ней написано, что это серия Винтерчилл, и то, что внутри нас ждет 25 сюрпризов. Тут мы видим маленькую сестренку Аси Гару Брбиби, она как будто в замороженном кусочке льда. И она кричит «Инбокс ми!». С этой стороны тоже изображена она, тут точно такой же голографический принт. Сзади разная информация о куколках. И тут также затемненные арты всех куколок этой коллекции. Сверху у нее есть вот такая ручка. И давайте переходить к самой распаковке. Я уже предварительно сняла ленточку, которая тут была прозрачная. Она была сделана, чтобы вот эта штучка не выезжала. Ну что, давайте теперь откроем арт куклы. Вау, какая она красивая. Она в меховой шапочке и в комбинезончике. На ручке она нажимает помпон. И коробочка с самой куколкой, она двигается по кругу. Ну что, давайте открывать саму куколку. Чтобы это сделать, нужно отклеить вот эту стрелочку. И давайте потянем. И вот куколка, она такая красивая. Она находится вот в такой вот раздевалочке. На самой дверке раздевалочки. Тут висит крючок и вешалка на нем. И коробочка из Би-Би-Бути. Давайте вынем за ник самой куколкой. Так вот она выглядит. И тут находится еще инструкция. И зеркало. Но в этой серии оно фейковое. Ну что, и давайте делать шелк-шелк. Все, я достала подставку. Вот так вот она выглядит. Она вся усыпана блестками. И это классическая подставка Лолу МГ. В ее основании пряталась сидушка для куколки. На которую можно будет ее посадить. Также в комплекте шла вот такая расчесочка. Это классическая расческа Лолу МГ. И она тоже вся в блестках. И давайте рассмотрим саму куколку. У нее темно-синие глаза. И черные реснички. Также у нее есть преламутровые розовые тени. У нее брови коричневого цвета. А не голубого, как ее волосы. Губы у нее розовые. И покрыты все блестками. На щечках у нее веснушки. В виде беленьких снежинок. Давайте рассмотрим волосы самой куколки. Они просто шикарные. Это даже не голубой, как я сказала ранее. Это такой фисташковый. На камере он кажется более голубым. А на самом деле он более зеленый. Также у нее это неоднородный цвет. Он примерно с белыми прядями. Также у нее есть кудрявая челка. Она очень миленькая. И прошивка у куклы очень даже хорошая. Проплешин я не заметила. На ней сейчас надет как будто бы твидовый костюмчик. Половина его черная, а другая розовая. Также у нее есть вот такие черные нитенькие. Но это одно целое с кофточкой. Так что они не снимаются отдельно. Весь костюмчик у нее покрыт всякими разными узорами, которые на новогодних свитерах изображаются. В моем случае в поясе она немножко растянута. Видимо в коробке ее плохо одели. Также на ней есть вот такие вот носочки. На них есть две розовенькие полосочки. И у них подвороты. Они очень напомнили мне носочки свек. Только у нее были черные полосочки и не было подворотов. И давайте пока кукла не одета в ее полный образ, посмотрим на способности шарниров куколу Клоу МДЖИ. У них двигается плечевой шарнир и проворачивается. Также у них есть локтевой шарнир. Он сгибается вот на стольчик. Дальше у них есть шарнир в кистях. Так вот это выглядит. Также у них есть шарнир в голове. Она может наклонять голову в бока, но вперед-назад наклонять не может. Только совсем капельку. Также она может проворачивать голову. Также у нее двигаются ножки, разводятся. Она может сесть вот на такой шпагат, но на поперечный шпагат она сесть не может. У нее максимум настолько ноги разводятся. Также у нее есть шарниры в коленях. Они сгибаются на щелчки. Так вот это выглядит. Кстати, ноготочки у нее покрашены в нежно-розовый перламутровый цвет. Такого же цвета, как и ее тени. Также давайте дальше распаковывать ее одежду и ее младшую сестренку. Открываем дверцу. И за ней находится уже одетая малышка и ее аксессуары и одежда. вынимаем задник с ее одеждой. Так вот он выглядит. И сзади у нее вот такая вот комнатка. У нее есть тут тумбочка с подушкой, зеркало, лампочки и пол как будто бы деревянный. Сама крышечка открывается и закрывается. И можно не выкидывать эту коробку и играть с ней. Вот тут вот будет у нее растевалочка, а вот тут вот ее комнатка. Правда, для этой куколки это будет немножечко маловато, потому что у нее очень большой причесок. Давайте рассмотрим ее младшую сестренку. У нее синие глаза, но уже не такие темные, как у ее старшей сестренки. Цвет волос у нее очень похож на цвет волос ее старшей сестры. Он взблетен две косички. А у самой куколки два хвостика. Также она очень загорелая и у нее есть веснушки и малиновая помада. На ней сейчас одет комбойский платочек розового цвета, розовые сапожки на шнуровке и коричневой подошвы. Подошвы обозначены, где левая, а где правая туфелька. Также на ней одет комбийзончик поверх беленькой кофточки в крапинку, но это один элемент и снимается вместе. Также у нее в комплекте была вот такая вот шапка-ушанка. Она очень миленькая красивая и красивая. Выглядит реалистично. Также у нее была вот такая вот бутылочка. Из нее можно будет ее полить. Давайте рассмотрим аксессуары куклы. Вот так вот выглядят ее мешки с одеждой. Вот что я нашла в первом пакетике с одеждой. Тут лежала вот такая вот курточка. Она просто шикарная. Она вся прям как настоящая. Она сама стеканая. У нее есть вставки черные, голубые и бирюзовые. Также у нее есть метация молнии, застежки и настоящие меховые манжетики. Они очень мягенькие. Также на этой курточке есть пояс на резиночке, которая, по всей видимости, застегивается. Но это мы проверим чуточку позже. Он находился вот на такой вот вешалочке. А в этом пакетике находятся ее штанишки. Они застегиваются на черную липучку. Находились они на голубой вешалочке. Вот так вот они выглядят. У них есть черные лампасы. У них есть розовые и голубые вставки. Имитация молнии. И резиночки на конце штанин. Сами они стеканые. Выглядит тоже очень прикольно. И давайте все это наденем на саму куколку. Все. Я надела на нее одежду. Но это было очень тяжело. С самого начала, когда я распаковывала куклу, у меня не получилось курточку надеть на кофточку. И я снимала это видео курточку надела поверх головы тела. После снятия видео у меня началась истерика, что я не могу надеть ее на кофточку. Потому что кукла все-таки не дешевая. Я взяла ее, понесла к себе на стол, взяла пинцет и начала надевать. Но получилось так, что проблема была не только в курточке. Я, когда одевала курточку на голое тело, я сняла кофточку. и не знала, как образно вдевать палец в эту митингу. Потому что ее нужно было не протыкать пальцем в эту митингу, а просто вдеть в шов. Но потом все-таки я догадалась и начала надевать на нее курточку. Обычно нужно снимать кисти перед тем, как надевать верхнюю одежду на куклу головы. Но в этом случае это исключительное. Потому что у нее митинги и нельзя надеть как бы курточку, а потом деть кисть и еще ее в митингу вдеть. У меня так не получилось. Поэтому с помощью пинцета я надела курточку на куколку. Но это было очень тяжело и очень много нервов потратила. кукла. На мой взгляд такого не должно быть в такой дорогой куклы. И еще отдельно про ремень у меня не получилось его стегнуть. Я его и пинцетом, и так, и сяк, но у меня не получалось. Поэтому я покрасила взрослых и не застегнули. Не знаю, на мой взгляд таких проблем не должно быть в такой куклы. Давайте дополним ее образ аксессуарами. У нее есть две вот такие коробочки. Начнем, пожалуй, вот с этой. В ней должна находиться обувь. Вот размер ее. И давайте откроем коробочку. В ней лежит шуршащая бумажечка. В шуршащей бумажечке находятся вот такие шикарные комбойские ботиночки. Они все переливаются блесточками. И вот так вот они выглядят. Все, я надела их на куколку. Также у нее была такая коробочка. И в ней находится тоже шуршащая бумажка. шуршащая бумажечка. И у ней находилась вот такая вот шикарная просто шапочка, ушанка. Она вся мягкая с бумажечками. Также вот такое вот оживелье и вот такие очки с рыжими стеклами. И давайте все это наденем на куклу. На счет раз, два, три. Все, я надела все акселуары на эту куклу. И опять же у меня не получилось полностью натянуть эту шапку. Как вообще производители планировали чтобы эту куклу одевали дети? Ну что ж, давайте подводить итоги. И мне интересно посчитать, правда ли в этом наборе 25 сюрпризов. Давайте посчитаем. На ней есть раз это очки, два это ожерелье, три это курточка, четыре это штанишки, пять это носочки под штанишками, шесть это ботиночки, семь это кофточка, восемь это штанишки, девять это шапка, двести одиннадцать это коробочки, двенадцать это бутылочка, тринадцать это сама куколка, четырнадцать это ее шапочка, пятнадцать это ее комбинезончик, шестнадцать это ее повязочка и семнадцать это ее ботиночки. Далее, восемнадцать это расческа. Девятнадцать это подставка. Двадцать и двадцать один это чехлы с одеждой. Вроде это все, но если засчитывать еще вешевочки в самих чехлах с одеждой, это будет двадцать три. Дальше, сама коробка это двадцать четыре. И двадцать пятая это сама куколка, но как бы она не является особым сюрпризом, потому что мы и так знаем, что она лежит в коробке. Впритык-впритык мы насобирали двадцать пять сюрпризов, но на мой взгляд это не совсем сюрпризы, а скорее комплект самого набора. Ну что, подводя итоги, хочу сказать, что эта куколка очень красивая и меня с одной стороны порадовала, но с другой стороны не очень. Во-первых, потому что на нее очень тяжело одевать одежду и курточку, я даже не знаю, когда соберусь опять с нее снимать. Во-вторых, меня немножко расстроила ее шапка, что она не полностью одевается на ее голову. И то, что она шита очень некачественно, и в виде торчат нитки, и местами виден желтый клей. А так, сама куколка мне безумно понравилась. У нее просто шикарные волосы, наверное, они не самых шикарных, которые могут быть только в ООНГ. У нее очень красивая румяная личика. Да и в целом, на самом деле, ее наряд смотрится очень даже красиво. Но эта куколка не для частых переодеваний, ее уж поставить на полочку и любоваться ей. Ну что, надеюсь, вам понравилась и подробная распаковка этой куколки, чтобы поставить лайк этому видео, подпишитесь на канал, и всем до новых встреч, пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok